Я как всегда в угаре, на связи Макс, и в этом видео мы узнаем, правда ли репутация Барри Ньюстейт так хороша. Многие знают этого человека как топ-1 среди всех кланов на регионе Европы, то есть за весь прошедший третий сезон Паб Ньюстейт. И как партнер самого же Пабга в целом. Сегодня мы узнаем, почему его в последнее время называют сыном фермера, как его выгнали из партнерской программы, и как он скамил человека от начала до конца. Итак, кто же такой этот ваш Барри? Артемий Алексеевич Барри. Это ютубер, посвященный к игре Паб Ньюстейт. На данный момент все видео посвящены именно к этой игре. Канал был создан 10 октября 2021 года, ровно за один день до выхода игры. И ведь мудрый все-таки ход конем, создать канал посвященному к этой игре еще на пике своей популярности. И да, с его уходом к ютуб карьере я все еще восхищаюсь. Тем более таким шустрым способом развить свою ютуб карьеру. И спустя полгода, а именно 21 июня, разогрелся скандал. А именно о его клане. Итак, что вы представляете особая накрутка? Кто-то скажет, что это накрутка зрителей на Твиче. Кто-то скажет, что это накрутка подписчиков в разных соцсетях. Но! А вы когда-нибудь слышали о накрутке клановых поинтов в игре? Не слышали? Тогда уж начнем. Барри знают СНГ комьюнити из-за его клана, который стоял топ-1 среди во всей Европы. Но не все кланы имеют хоть какую-то чистую репутацию. Вот, например, все кланы в этом скриншоте просто-напросто могут быть накрученными. Обычные нормальные активные среднестатистические кланы за месяц набирают 70-80 или даже 100 тысяч клановых очков. Система очков клана была добавлена в обновлении 0.9.32 в мае, как клановые обновления. Итак, клановые очки даются после матча за определенное количество убийств, выживания и тому подобное. Максимальное очко клана это примерно 28-32 за один матч в Королевской битве. Матчи в Королевской битве длятся не больше 30 минут. По завершении каждого раунда игроки получают внутриигровую валюту, исходя из того, как долго они смогли выжить, скольких игроков они убили и тому подобное. Ну а в ТДМ режиме дается куда меньше. 4-8 очков. ТДМ режимы проходят довольно быстро, примерно 5-9 минут. С этой системой мы все разобрались. Теперь перейдем к тяжелой артиллерии. После того, как воспринимает в Клан Бункер, с вами связывается один из руководителей клана. Он скидывает вам методичку и кратко обучает тому, как правильно и необходимо использовать баг, чтобы поднять рейтинг. Все мы знаем ТДМ-карту Путепровод. Те, кто не знает, что это такое, это ТДМ-карта, у которого нет таймера. Это важно. Именно из-за этого бага весь клан с помощью гранаты они забираются на край карты. П.С. Автор не одобряет баги, которые портят всю игру. Только мало кто догадывался, что с помощью этого бага можно нехило так вкачать свой клан. Ведь не забываем, что в Путепроводе отсутствует таймер окончания матча. А это значит, что на катке можно находиться практически бесконечно. А за каждую минуту матча вы будете получать клановые очки. И как вы уже догадались, этим и занимается клан Бункер. И их план был таков. Соклановцы с помощью снайпинга подключаются друг к другу в катку. С помощью бага забираются на край карты, где их не бьет синяя зона. Сворачивают игру и идут по своим делам. А их персонажи АФК проводят накатки по несколько часов. Тем самым фармят несколько тысяч очков клана в день. Ну прям как ферма криптовалюты. Зайдя в их клан можно заметить, как соклановцы проводят там нереальное время за ТДМ-режимами. И это вполне странно. Ведь нормальное время ТДМ в путепроводе всего лишь минуты. Принося в клан 5-6 тысяч очков клана. Что за все наигранные часы они сделали максимум 8-15 убийств. Хотя на самих катках провели долгие часы. Это буквально невозможно, если без бага. В общем, обычные игроки столько убийств делают за одну катку. Когда я сюда зашел, короче, когда еще давно это было. Недели 3-4 так. Я, конечно, зашел сюда, смотрю. Ну такой нормальный клан такой, Барри, говорит, сколько ты играешь? Часов в классе, все такое. Я говорю, 8 часов. Он говорит, все, ты нам подходишь, все, заходи такой. Смотрю какой-то баг в путепроводе. Смотрю, кто фармит. Пишу плюс. Захожу на фарм, а там тогда еще зона не до конца сужалась. Там можно два человека было влезать. Ну и, короче, я фармил. Вроде бы два часа фармили. Ну, блядь, день по 4-5 фарм, может даже больше. Пин это нашел с его другом. И Барри сначала до этого вообще не знал. Потом ему сказали Барри, и Барри начал фармить. До этого очки. Ну, на это даже. Смотри, знаешь, что? У нас сейчас 5 твинков. Один твинк 6677. Второй твинк 1249. Третий твинк 3485. И пятый твинк 4737. Понимаешь? Барри просто от его твинков где-то два тут в клане состоит. Барри вообще просто не играет. На своем аккаунте он вообще не играет. Он не фармит на своем аккаунте. Да, чисто твинки и все. Барри просто показывает там видео, снимает и все. Я еще ни разу не видел, что он со своего основного аккаунта заходил на фарм. Ни разу не видел. Скажи только секрет. Смотри, как мы это проводим. Мы собираем 8 людей и заходим в путепровод. И надо, чтобы мы вместе зашли в игру. Зона сужается, мы остановимся и где-то 2 часа, час-два, сидим. Заходим в путепровод, как-то 8 человек опять. Щиты ездят там. Расставляют 3 щита вокруг зоны. А зона такая маленькая-маленькая. Один человек встает возле щитов, сидит. А второй человек залезает на него. И так они фармят сейчас. А одному челику дают 200 очков, считай. 8 человек плюс 8 может на 200. Где-то 1000. Вот где-то так. Барри за. Барри за. Он еще в отреке куровой вроде бы есть. У нас есть один чел, у которого 18 тысяч очков. Просто он использует бак этот постоянно. Утром, вечером, ночью просто. Постоянно использует. Причем таких у нас несколько. Представляешь, как этот бак использует жестко? Чел просто со сном и заходит, их не банят. Стринки тоже не банят. И вот чел, вот, ник Кронг. У него сейчас 18393 Кронг. Он со снова играет. И мы вообще по... Причем ютубер. Там ютубер. Барри фортит с твинков. Он со своего никогда не заходит. Не знаю почему. Со своего никогда не заходит. Со снова. Только с твинков. Барри ради топ-1 рейтинга сделает все, что угодно. Это подтверждает то, с какими эмоциями он хвастается тем, что ему впервые в мире удалось апнуть максимальный уровень клана. Ведь за весь пройденный сезон им дают 50 чекенкоинов. То есть игровая валюта, где можно открывать кейсики. Теперь вам все моментально ясно. Но спустя время баг с гранатой пофиксили. Поэтому многие игроки Ньюстейт могли заметить, как статистика клана Бункер остановилась. Но это только на время. Ведь руководители Бункера не так давно обнаружили совершенно новый баг. С помощью которого можно аналогичным способом и дальше продолжать фармить очки. С помощью раскладного щита и нужного пикселя вы можете проводить на матче путепровода по несколько часов подряд. Тем самым они АФК фармят очки клана. Формула такова. Вся команда погибала, только двое из них остаются живыми. И невредимыми. Ведь как мы знаем, синяя зона с каждой стадией увеличивается урон. А эти оба снова идут по своим делам. Ну, вот такая у них схема накрутки. Я ни в коем случае не одобряю накрутки. Тем более в онлайн играх и в соцсетях. Накрутчику компьютер Сэму привет. И из-за этого скандала многие пользователи начали рофлить. Называя Барри фермером. И да, если ты не актив клана Бункер, то администрация сразу же кикнет. И кстати, из-за этого слушая его выгнали из партнерки Ньюстейт. И спустя пару дней он выкатывает пару роликов о том, как вступить в партнерку. Эл? Логика. Барри уже успел прославиться в комьюнити, пробив дно своей репутации. Но на этом он не остановился. Скам на 800 долларов. Представьте, скам на 800 долларов. Доллар то летит в небо, то патит. Где-то 48 тысяч рублей. Многие знают, что у данного человека был телеграм-канал. В котором он продавал дешевые игровые валюты по игре PUBG Ньюстейт. Под названием Ньюстейт Шоп. Короче, пацаны, всю инфу взял из телеграм-канала. Антискам и скам Барри. Ссылку оставлю в закрепленном комментарии. Там все есть. Короче, как я понял, у Барри был свой подручный. То есть менеджер. Который, кстати, работал Барри за деньги. Основной человек, который приобретал валюту за очень низкую цену. Мистер Ивановский. Мистер Ивановский за своих денег покупал валюту. То есть промокоды на NC. Через сайт goldraiser.com. И пересылал лично Барри. Кстати, Goldraiser заблокирована в РФ. Но основная покупка от клиента была через Барри. Именно он выступал в роли продавца. По итогу, за очень большой промежуток времени. Было продано валюты на плюс-минус 47 тысяч рублей. Которые копились на карте Барри. Почему на карте Барри? Изначально было предложение работать вместе. Что по итогу и получилось. Барри выступал в роли продавца. Привлекая покупателей через телеграм и ютуб каналы. Так как Барри из России. Люди могли без проблем и напрямую переводить деньги. А главный покупатель без ограничений покупал коды. Так как мистер Ивановский жил в Узбекистане. То есть, Барри работал под определенный процент с покупок. Потраченная сумма на донат и небольшой процент наценки. Должен был переводить уже на счет мистера Ивановского. Но главная ошибка мистера Ивановского. Была в том, что требовать свои же деньги начал очень поздно. И в итоге, с накомленных 200 долларов и потраченных 600 долларов. С карпана мистера Ивановского. Все ушло в кошелек Барри. Это так подло, е-мое. Эх, жаль мистера Ивановского. Короче, он мне отправлял ID-шки. Я пополнял. Потом в итоге считали-считали деньги. Накопиться должны. Он мне отправил бы на карту. Блядь, накопилось 600 баксов. Он мне блок дал и все, короче. Потерялся, прикинь. Вот он сперва покупал, покупал. Потом аккаунт поменял. Другой открыл аккаунт. И в том аккаунте уже всю переписку удалил. И в блок поставил, короче. Доков у меня нету, понимаешь. Он всю переписку со мной удалил. Мы ввели переписку. Просто я ему, он мне отправлял ID-шки. Я копировал, пополнял, все, вот вся переписка Но когда я ему заикнулся, чтобы Давай переводи мне на карту, все, в блок Всю переписку почистил, заблокировал Ну все У меня только пропущенные знаки от него остались Каждое пополнение он мне когда скидывал Мне гудок скидывал 1-го числа, грубо говоря, мы начали с ним работать И вот сколько, недели где-то Деньги копились, я пополнял, пополнял Он мне не отправлял И вот такие дела А пока что, Барри, друг мой Если ты видишь это видео, то знай Проблемы с рамками бывают у тех Кто в них не укладывается А худшая ложь Это ложь самому же себе Надеюсь, ты понял И можешь исправить за такой промежуток времени Или нет, это твой выбор Ты прям напрямую угробил свою же аудиторию Ты прям полностью пробил дно СНГ комьюнити Паб Гнюстейт И знаете, друзья мои Не ищите людей, которые не лгут Их не бывает Ищите тех, кто обманывает, но не передает С такими можно иметь дело Надеюсь, Барри, ты все понял Что ты сейчас сделал Ну а с вами был Макс Степан И я не выпрашиваю лайки или подписки Всем удачи и пока До скорой встречи Берегите себя от скамщиков Всех люблю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok